Всем привет, с вами Сэлтмашика и прошел наконец-то Девстрим 109, который мы очень долго ждали. Давайте посмотрим, собственно, что нам там разрабы рассказали. Но прежде всего опять надо упомянуть, касается этого вещей. Во-первых, то, что после стрима запустилась тревога на 24 часа для Orkin Reactor, поэтому, пожалуйста, берите. И второе, то, что был Twitch Drop на этом Девстриме и там раздавали генномаскирующий код для Kovato. Соответственно, смотрите 30 минут, Девстрим, либо если вы смотрели, либо если пропустите Девстрим, смотрите партнеров Warframe на Твиче 30 минут, и вы получаете один набор генномаскирующего вот этого всего дела. Там, по идее, 4 окрасочки. Так что забирайте, как хотите, найти входный Twitch Drop, есть такой. Ну и давайте, собственно, разбираться, что показали на этом Девстриме 109. Во-первых, показали немножечко информации касательно Wabana Deluxe, вот этот симпанковский какой-то воин азиата непонятный. Но суть в том, что показали не сколько Deluxe Skin его, а сколько скин для оружия, который будет. То есть, или топор, или молот, что-то вроде того. И там тоже то ли поршни, то ли что-то такое. В общем, выставляю на ваше обозрение, думайте, смотрите, что да как, выглядит, в принципе, довольно неплохо. Также, очень такая неплохая часть этого Девстрима была посвящена Твиттеру Стиву. То есть, в принципе, все те новости, которые мы разбирали, на Девстриме тоже были озвучены. В частности, то, что разрабы работают над освещением DATIO, чтобы там была чуть-ненькая дискотека с освещением. То, что частицы опять-таки работают, что они будут не только для Nvidia видеокарты, и на AMD-картах, на консолях, вот это все дело будет. Также, немножко поговорили про интерфейс 3.0, что оказывается, уже как два года разрабы пытаются что-то там переделать. Будет новая расстановка элементов в интерфейсе, не будет больше горизонтальной перемотки, будут вертикальные перемотки, то есть верх-низ в основном элементов интерфейса. То, что тему интерфейса можно будет менять, то есть цветовую. То есть, если вам не нравится черно-золотое оформление, можете там посмотреть, какие там гаммы и так далее вам понравятся. То есть, в принципе, по поводу интерфейса можно сказать, что мы получим больше контроля над всем этим делом, когда этот интерфейс выйдет. При этом, также еще речь зашла о более стабильном управлении на контроллерах, то есть, если вы любите ли геймпадов и так далее, по идее, для вас это все будет полезно. И разработчики сказали, что они как минимум на плойке PS4 планируют ввод поддержки мыши и клавиатуры. Поэтому, если вы там какой-то консольный человек с плойкой, потенциально это возможно, что вы видите мышь клаву, чтобы она все лобортала у вас на консолях. Как-то так. Теперь, собственно, касательно вещей, которые на самом деле существуют, но не совсем как бы приятные. Но это все-таки новый раунд, она показали, по идее, он 13 или какой. Очень большой раунд, там и Хрома, и Ирина, и Никс, в общем, все этих понапихали людей. Санданочки тоже прикольные. Скин для оружия, только один скин, по идее, для посоха. Ну, такой себе. Поэтому, можете посмотреть, ссылочка будет в описании, я вот вам показываю. Поэтому, делюсь из делюкс, косметика, донат, все дела. Также показали небольшую анимацию Хори, когда она просто, кстати, типа ловкая, ну, типа чешет голову, бывает. Также информация касательно оружия гулей, когда, ну, с гулями вообще должно было оружие, вы видите, кто помнит, там, пила и все остальное. Сказали разработчики, что прогресса нету вообще, ну, как бы, не делается, поэтому ждем. Может быть выйдет, может быть нет. Касательно компаньона вот этого МОА, маленького робота. Разрабы говорят, что он все еще делается. И там есть такая специфика с этим роботом, что он может, как бы, и отталкивать. То потом своим может стрелять. И все это дело, ну, можно все это дело моды пихать, чтобы как-то разнообразить. Показали маленькое изображение видеоконцепта на телефончике. Также сказали разработчику, что будет какой-то классный способ получения этого МОА. И, в принципе, вообще вот эта речь зашла по поводу питомца до .0, что также у нас в твиттере ранее светилось. То, что, скорее всего, будет неплохо переработан способ получения питомца. Что, например, вы любите собак, хотите получить кубру, для этого надо убить кучу собак и достать яйца. В общем, как-то так себе, если вы любите собак, убьют других собак. В общем, что-то с этим делом подумают. Также еще пересмотрят раздрабы по поводу того, чтобы замораживать, как это питомцы происходят, как поддерживать их жизнеобеспечение. То есть, например, сейчас, по-моему, можно их три раза гладить в день для бонуса. Ну, это такое, короче. Ранней стадии разработки питомцев до .0 и самого МОА. Даже тот арт был концепт-арт. Ну, посмотрим, что за это все дело подойдет. Также раздрабы нам показали новый транспорт корпуса. Что-то типа внедорожника. Показали его нам на равнинах Эдалона. Но вообще этот транспорт он предназначен для ввода на Венере. То есть, видимо, там он какие-то дороги или типа того, по которым мы будем ездить. Выглядит очень криво, честно скажу. Я бы скажу, выглядит это несколько бесполезно. Потому что любой экскальбур перебежит, этот внедорожник непонятный, а с оператором так вообще это на изи. Но что-то не знаю. Видимо, решили разработку, что надо такой транспорт вести. В основном это для Венеры, конечно же. Также показали, типа, как физика работает, там колесики и так далее. При этом внешний вид, конечно же, может поменяться этого транспорта. И также разработчики сказали, что недолго парили с работой над искусственным интеллектом для дорог. То есть, видимо, какие-то враги будут так же ездить на этих канительках, на Венере. На равнинах это маловероятно, что появится. Также речь зашла немножечко об изменении вот этого от оружия ближнего боя, что ранее упоминалось на Девстерме. И, в частности, рассказывали разработку, что они будут иметь такой тип оружия, как косы. Что сделают, так это то, что полностью берут стойки под косы и сделают из кос просто тяжелые клинки. И, соответственно, все стоечки подойдут на косы только из стоечки для тяжелых клинков. В принципе, не знаю. Такое себе дело. Я как-то с косами не бегаю. Если вам нравится, не нравится, можете что-то написать. Но как-то, не знаю, посмотрим. Может быть, станет прикольно. Может быть, нет. И суть того, что разработчики еще не знают, что делать с существующими стойками, которые только на косы. Но, скорее всего, такой измене произойдет, что все косы станут тяжелыми клинками просто. Также речь немножко зашла по поводу того, будет ли работать перенос вовне варфреймов, а в какие-то другие объекты. Потому что, если вы помните, в Косте Война Внутри, вы могли получить контроль над червем и, соответственно, им укроводить. Но при этом разработчики сказали, что это очень проблемно вести. Потому что, в принципе, у них есть на Девбилде эта механика. Но оно выглядит поломано. Очень много анимаций скипается. При этом, мобы промазываются, когда стреляют по такой захваченной цели. Потому что, ну, что-то там не было предназначено для управления именно самим игроком все это дело. В общем, работает криво. Может быть, коем-нибудь ведут. Но это мало вероятно. Очень мало вероятно. Также была информация касательно того самого натиска бездны режима, который нам показывали. Теперь он называется... Не знаю, как назвать правильно. Натиск-светилище. Sanctuary Onslaught. Это, как бы, тоже название временное. Но суть в том, что теперь этот натиск бездны, или же натиск-светилища, как, собственно, подразумевает название, переходит под юрисдикцию такого цифалона, как Симерис. Видимо, как-то с ним будет что-то связано. Но при этом сразу же хочу сказать, что Хора будет выбиваться как раз с этого режима. Не знаю, как точно, но, скорее всего, как-то оттуда она будет выбиваться. И при этом, опять-таки, стоит подчеркнуть, что это не темный сектор вообще. Хотя я ранее заявлял, что это типа замена темного сектора. Но это уже совершенно не то, совершенно. Это назначение этого режима, это, как не знаю, аркадный автомат. То есть, оно должно быть быстрым. Там не должны быть долгие матчи. Должен быть интенсивно. Должен быть испытания. То есть, что-то быстренькое, на чем можно побегать и помериться. Как будто вы там стоите в доте один на один на миду. И режимы этого натиска будет два. То есть, один попроще, другой посложнее. Суть того, что в сложнее режиме, там будет больший коэффициент набора фокуса. То есть, сама все в чем. Вы спаунитесь, начинается волна, и у вас активируется 45 секунд вот этот вот бустер на фокус. И, соответственно, вы это все дело набираете фокуса. Со следующей волной у вас нарастает коэффициент набора фокуса. То есть, этот режим, в принципе, будет очень хорош, как это на тело фарма фокуса. И чем дальше вы зайдете, тем больше фокуса будете получать. В вот этом простом режиме просто будет так работать. В режиме посложнее по хардкорне, там будет еще жестче вот этот коэффициент бонуса к получению фокуса. Так что, да. При этом, раздавцы сказали, что вы не в курсе того, что в текущей метео сбора фокуса есть некоторая имба острота. Да, скорее всего, имеется в виду, когда вы с Эквинг всех мобов слипаете, то есть, усыпляете их потом, убиваете, собираете фокус. Может быть это, может быть что-то другое. Но разработчики говорят, что они рано или поздно пофиксят эту метру, когда вы собираете очень много фокуса на халяву. Поэтому, смотрите, могут быть какие-то нерфы. При этом, опять-таки, хора там. Фокус там фармится. Также разработчики сказали, что хора будет на следующей неделе. Поэтому, если вы любители настоящего контента, то, скорее всего, на следующей неделе мы увидим как хору, так и этот режим натиск святилища. Поэтому, такие дела. При этом, также, касательно всего этого режима натиск бездны, или же натиск святилища. Давайте просто назовите его натиск. В натиске у нас есть маленькие изменения касательно того, что в интерфейсе мы увидели два показателя главных. Во-первых, это то, когда вы появляетесь, начинает нажиматься вот этот, еще хоть таймер до появления портала. То есть, раньше вам надо было просто убить четырех мобов, появлялся портал. То есть, собрать четыре ключа, и портал появлялся. Теперь надо просто прожить там условно две-три минуты, и портал сам появится. И при этом есть показатель такой, как стабильность бездны. Он будет постоянно уменьшаться, и когда он полностью исчезнет, ну, как бы это гг. Поэтому, чтобы его пополнять, есть только один способ. Это искать какие-то штучки, которые будут спрятаны на уровне, собирать их, и стабильность бездны будет повышаться. Поэтому, как-то так. При этом, при этом также награды у нас будут появляться в этом режиме каждые две волны. То есть, словно, каждые две телепортации. При этом интересно то, что там будет много наград. Полные показатели там, полный список нет. Но будут также некие любопытные награды. Как, если вы помните, если вы, я там, не знаю, бородатый варфреймер или типа того. То раздрабы когда-то, они сказали нам, что они ведут некие нелепые моды, которые будут просто, я не знаю, типа нелепы до усмеха. И, в принципе, эти моды, вот они внедряются. Раздрабы даже сказали, что будет некий лор касается этих модов. Но суть в том, что эти моды, они не для каких-то импластрат. Они будут больше как косметика, как абсурд, шутка, сараказм и так далее. Например, если вы критуете по мобу, то на нем будут растеть цветочки. Или если вы наносите статус удара по мобу, то из него звездочки пойдут. То есть, вот что-то вроде того. И будет малое количество, но в основном они будут нацелены на таких игроков, у которых почти все есть. Поэтому как-то так. Собственно, ожидайте, не ожидайте, не знаю. Также касательно хора, собственно, стоит упомянуть, так как она скоро выходит. Нам показали новый набор способностей ее, при этом сказали, что чуть-чуть она еще дорабатывается в плане анимации и так далее. Но скиллы уже известны. Первый скилл это, собственно, плеточка. Просто удар плеточкой. Это атака, собственно, по площади. Поэтому, да, используется также в этой скилле моды ближнего боя. Поэтому, ну, нормально. Вторая способность эндснэр. То есть, я не знаю, вы просто окутываете цепями одного моба. И потом все ближайшие к этому мобу мобы тоже будут притягиваться и будут захватываться. И при этом, по-моему, там будет проходить бонус урон по таким захваченным мобам, если вы атакуете их первым скиллом. Поэтому как-то так. Третий скилл остался неизменный. Это позвать нашу кошечку в Энаре. Ну, хотя как неизменный. Собственно, сильно поменялось, потому что теперь в Энаре будут переключать режимы. У хора точно переключала режимы. По-моему, что-то нет. Она уже не переключает режимы. Тема меняют режимы в Энаре. Суть в том, что есть три режима. Первый, это атакующий режим. Чё-то она бегает, всех атакует безумно. Второй, обороняющийся режим, когда она вроде как разоружает противников. И третий, самый любопытный, режим лечения. Когда в Энаре подбегает к игроку, которому меньше всего хп. И кидает на него баф, когда у него здоровье восстанавливается в течение времени. Поэтому как-то так. И четвертый скиллочек, это создание некого купола. Называется Enstangled Dome. Что-то такое. В общем, создается купол из цепей. И если моб затрагивает вот этот угол этой цепи, то его будет дамажить и, по идее, будет притягивать к этой цепи. Ну, проблема была с тем, чтобы показать этот ульт нормально. Потому что вроде как он плохо работает в закрытых пространствах. Но суть в том, что наши хоры кидают вот эту ульту и образуются некие куполы, в которые враги заходят и, собственно, жалеют об этом. Поэтому как-то так. Старая же ульта, великолепная плеть, она канала в лето, ее, к сожалению, не будет. Мы ее не увидим. Поэтому как-то так. Теперь давайте дальше. Касательно урона 2.5. Разрабы официально подтвердили, что это все дело вообще отменяется. Потому что разрабы сейчас не заинтересованы в чем-то таком. Поэтому не переживайте. Наши там удары, пронзания, разрезы и вся остальная дичь остается таким же, каким было. Разрабы сказали, что если не будут менять урон, то более как-то радикально и глобально. То есть это будет не урон 2.5 и 3.0. Но никаких мыслей они не озвучили. Поэтому сказали, что сейчас это происходить точно не будет. У них и так полно работы. Касательно Венеры, также нам сказали разрабы, что в отличие от, собственно, равнин Далона, от земли, там будет больше неровностей. То есть будут какие-то там, я не знаю, типа горы, холмы и так далее. Ну, то есть это не совсем будут равнины. При этом размеры будут больше. Но при этом была такая проблема, что было неудобно постоянно выходить из города и входить обратно. Потому что, я не знаю, надо потратить много времени, чтобы путешествовать. И, соответственно, они сказали разрабу, что можно будет брать задания, не возвращаясь в город. Поэтому, как-то так, наверное, хорошо. Но при этом также разрабы сказали, что им нужно оптимизировать Венеру, потому что она будет намного больше. И, соответственно, я не знаю, это будет просто минус компы у всех. Но посмотрим. Может быть у разраба получится оптимизировать. Может быть. Также разрабы нам показали немножечко движуху со звуком. В частности того, что когда вы заходите из открытого пространства, например, на равнинах Эдауна в пещеру, то звук будет приглушен. И, ну, как бы неплохо, можете послушать. Так же разрабы сказали, что по Венере, в принципе, как она выглядит, то что там делается. И по квесту жертвы, соответственно, Умбрия. Пока что еще не готовы делиться деталями, к сожалению. Пока что они это нам не покажут. При этом мне сказали, что даже на следующем дистаме Венеру тоже не покажут. Но, может быть, покажут делюксики. Типа нам на, я не знаю, на 2 мана, на Эджу. Ну, может быть. Но это не точно. И также касательно прайм-трейлеров. На гидроида прайм-трейлер готов. И осталось только баллов с его озвучить. На зефирку прайм-трейлер также делается. Вроде там тоже все нормально. Поэтому по трейлерам разрабы нагоняют. И, в принципе, это все, что я хотел вам сказать. Поэтому, да, на самом деле, у нас очень и очень большие ожидания на следующую неделю. Поэтому посмотрим. Как бы хоррор, кошечка и вообще новый режим в игре. Я попрошу. Не каждый день такое мы видим. Но посмотрим. У меня есть сомнения по поводу этого режима игры. Может быть, он будет хорош. Может быть, нет. Но, в случае, мы это все будем смотреть. Но пока что я вам напоминаю, что твич-дропы будут работать все выходные. Поэтому, если вы пропустили генномаскирующий набор, то можете пойти хоть прямо сейчас, хоть ко мне на стрим, когда я буду стримить 18.00 по выходным. И зайти на стримчанский. И 30 минут смотрите, и вы получаете генномаскирующий набор. Соответственно, 4 окрасочки. Ну и все. До свидания, все, ребят. Я вас отпускаю. Приятных вам выходных. Надеюсь, что вы хорошо пережили пятница 13. Я вас отпускаю. Всем всего. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok